Всем привет! Сегодня мы совместно с Unicorns of Love попробуем нарисовать свою собственную мангу. А Santos оценит наши старания и подарит победителю годовую подписку на Crunchyroll. А если ты хочешь свою бесплатную премиум подписку на 14 дней, то переходи на crunchyroll.com. И забирай всего-то ничего. А мы погнали! Всем привет! Мы с вами начинаем готовиться к тому, чтобы нарисовать собственную мангу. И начнем с самого простого. Нужно будет нарисовать героев этой манги. А для того, чтобы их нарисовать, нужно поучиться. Сейчас каждый из вас будет рисовать по одному чемпиону, либо объекту, либо чему-то еще из Диглиген. У нас будет примерно 10 минут. В конце концов, когда вы их нарисуете, Santos будет оценивать и решать, кто кого нарисовал. Вот так вот. У нас будет победивший? Да. Победитель. Кто победит, тот получит от нас подписку годовую на Crunchyroll. Окей. Это надо трехардить. Но мне это не нужно. Почему это? Я не смотрю. Но я могу отдать другу, который будет... Это правда. Это правда. Ну что, ребята, стартуем? Да. Итак, Номанс, твоя первая цель – Аккалья. Тяжелый вариант. Анасик, твоя цель – Трандл. О-о-о, берем сразу коричневый, да? Тренингтон. Тренингтон, вау. Не, я именно вот минус в рисовании. Блин, я знаю, как Тренингтону нарисовать. Все, поехали. А можно перезагадать, может, как-нибудь? Просто им загадали важных персонажей. Их загадали важных персонажей в их карьере, а мне Аккали. То есть ты будешь Касса-1 нарисовать? Нет, Касса-1 – это еще тюждень. Легко будет? Понять санкций, кто кого рисовал. А, ну да. Можно дать тебе нами. Давай. Давай. Нами легко. Я защищу мой народ. Что ты, Влад, определяешь фломастер? Да нет. Я даже не знаю, с чего начать. Кстати, начать можно с контура. Не забудь, что мы рисуем в стиле аниме. Что это? Значит, должны быть большие глаза. Какие-то ярко выраженные черты. О, там будут выраженные черта. Вы ее найдете. Все, я нарисовал нами. Толь, посмотрите, пожалуйста. Продавите. Нормально? Ну, это моя нами. Ну, босс Антос поймет. Что значит? Сан споймет. Да, я бы что-нибудь нарисовал, ладно. Зарвать. Да что, я все. Что перерисовывать? Что это началось? Сан споймет. Что началось? Тогда, Левчик, давай, я рисую на шорах. Бенис. Давай. Так сказать, можно забрать в галерею. Чего не так? Так, Левчик, давай, спереди. Я никогда не рассмотрел на шорах. Но он примерно так выглядит, правильно? Блин, ребята, вы реально классно рисуете. Круто. Это босс, это ноздри такие большие. Нос чей-то. Я изначально думал, что это глаза. Но вот сейчас смотрю, это точно ноздри будет. Тогда тебе нужно коллаж сделать, знаешь? Типа, у тебя на каждой... Вот это нос, бери следующую тебе херню, и там рисуй полностью голую нос, голове прессовывай. Типа, вот так вот, понимаешь? Вот здесь у тебя будет нос, а это голова, и ты вот так коллаж делаешь. Зарвай, Левчик, за словами следите. Я не в курсе, что... Что ты мне видишь? Кирюхи нормально выходит. Да, Кирилл старается, Кирилл. Если я вот сейчас такую линию построю, то будет конец рисунка. Только тебе Леву нужно на одном рисовать. Да нет, я бери его... А, да? Да. Ну там уже закарли... Там уже нами, в смысле? Ничего страшного. А как тут на шора впихнуть? Тут нами, тут как на шорты впихнуть. Рисуем, вмещая рядом на шора. Санкция запутает. Все должно быть на одном листочке. Там у тебя, по-моему, подписано на листочек новое. На шор фиолетовом рисуется. У тебя контур. Что, босс, то искусство встало пока на месте? Да, мое искусство все закончилось. Перерисуй просто. Слишком большое босса рисовать. Ну продолжай-ка вот это глаза, ничего страшного. Да не, я вот думаю... Как на шоры нарисовать? Как на шоры нарисовать? Да еще рисуй два, как пригрыг грибка. У него три головы. Разве? Заодно шор, Левочка. У него разве три головы? Да, у него три, три, четыре, пять голов. Давай, Левченко, рисуй. Раз уж начал. Ну что это за нашор? Это уже не нашор. Уже никак не нашор. Не, Кирилл, у тебя очень хорошо получается. Ты прям по манге, видимо, да? Да. Походу... Подарок твой будет, Кирилл, поздравляю. Ладно, нужно фиолетовый цвет. Я, походу, и контур. Я, походу, два скина смешал. Флип на свой рисунок. Лева, продолжай. Ну я не знаю, ну как, ну что тут дорисовать? Ну ты переворачивай. Вот я тебе говорю, мне нужно новое. Ты говоришь, нужно на это. Заново тебе? Давай краба рисуй. Нет, я не говорю, что мне другое нужно. Я говорю, что мне новый листок, а ты говоришь, что нужно на это. Я такой, типа, ну как-то впихнуть-то. Это и волосы, и ухо. Поймёт, поймёт. Так, ну самое простое, это его туловище. Теперь как-то в голову нужно выйти. Кстати, волосы очень нормально выходят. Человек себе хотя бы понятно, кто. Я не пойму, кто это. Собака из мультика детского. Ну всё, мое искусство опять стало. Надо ещё оружием утрисовать. Тело, оружие. Знаешь? Да я думаю, как. Тело. У тебя вообще не лучше. Нет, в смысле, я бы над своим тоже смеялся рисунком. Типа, не то, чтобы я боссы стягу. Ща бы руки нарисовать. Си помощи. Ну чё, у нас есть заготовочка. Да, босс, рисовывай пока можешь. Босс, тебя знаешь какой линктон, который знаешь? Помнишь, как собака типа про Эдика была? Собаку Эдика помнишь? Там она такая сжатая. Вот у тебя такой же линктон телом сжатый. Нормально. У Нашёра точно 4 головы? Ну там 4-5. 4-5-10 утра. Нормально, да? Тоже пошло? Прямо. Уже лучше. Чувствуется, чем лучше. Тоже здесь с нами, не забудь дорисовать. Окей, потом. Ничего, на уроке из Омни МЗ-рисунок 5 поставили. Слопудово. В каком классе? В первом. Как в моей ноге. Хорошо. Урок благодарю. Хороший рисунок. Два скина смешал в один. Ну что, Кирилл, дай следующее задание. Не, погоди, погоди. Небольшое. Ладно. Сейчас тут ещё вот так вот. Пока Лёва дорисовывает свои рисунки. Не босс. Чтобы сразу поняли. Так, чё, мне ноги нужно рисовать или так хватит? Лёв, ты Лёв, ты Лёв, ты Лёв, ты Лёв, ты без ног хочешь оставить? Ну маленький, нарисуем, он кинем. Да, правда. Цвета нет подходящего. Ограничивают мои эти способности. Рисование. Так, босс, я себе задание тебе, что в него стреляет башня. Нужно рисовать башню, потому что она стреляет в Ленингтона. Так, мне листка хватит. Да, 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 прямо здесь. Вот здесь справа башняку нарисуй, можешь маленькую рисовать. Анаса, тебе нужно заднюю пони. Ты рот забыл нарисовать. Или слева нарисовать грампа маленького? Ты рот Ленингтона не нарисовал. Чего, грампа нарисовать? Маленького, да, слева. Я думаю, ему без рта. Да как нормально? Ну присунем рот где-нибудь здесь вот, типа, знаешь? Такой маленький мешочек, можешь нарисовать, как курок. Нет? Коричневый рот. А чё рот коричневый? О, это скин, который этот, полпати, да? Да, наверное. Бостон, а чё рот коричневый Ленингтона? Да, просто чё, трусы красные, да, и всё, полпати, скинь. Лёва, ты давай с вами рисунком занимайся. В смысле, у меня вообще всё отлично идёт. Сейчас ручки пойдут. Сколько у Ленингтона, у нашего же рук? А у меня нет рук. Э. Как у меня нет рук, у меня только головы. Ну, я тогда закончил. Тогда рыбку. Ой, рыбку, нами? Надо рисовать. Рыбку. Старайся, давай. Так я вообще максимум свой даю. Чё, как раз грампа. Ну, ладно. Стреляющую Тауэрку, да? Да. Есть идеи? У тебя, Лёвчик, нами ещё пузырь кидает на Шора. Отлично. Норм или волну? Отлично. Волну. Каким цветом Тауэрку нарисовать? Ну, смотри, может, чёрным. Можно Таичнево. Нарисуй белым. Белым. Ну, значит, уже нарисовал. Ну, вот. Всё, сдавай. А башня сама стреляет? Или с неё миньон стреляет? Ещё раз. Башня сама стреляет? Или миньон? Сама стреляет, конечно. Там стоит башня, её щит в руке, её меч в руке. И она такая... Снаряды. Давай, Влад. Пора быстро не засыпать башню, потому что мы начинаем загрубляться. А Таичнево вообще всё нарисовал. Конечно. Ладно, сделаем. Разглую жабу сейчас. У нас есть ещё, чтобы не мешал. Вот это здорово. Картошка какая-то. Поднимаю. Ты, в общем, про посов помнишь? Нет, вообще забыл. Что, Кирилл доволен самым рисунком? Да. Ты это учился? Кирилл 22 года, да, кстати. Или нет? Или ты учился рисовать там, может быть? Учился, ну чё. Я тебе чё тут? Ну чё? Ну что, Влад? Ну что? Ты доволен? Это на Тауэрку не похоже. Да, и щит сбоку, и меч, и всё. И будет Тауэрка. Щит и меч. Ну да, и будет Тауэрка уже. А где меч нарисовать? Ну у неё больше в одной руке щит, в другой руке меч. Она нефиг держит. Ну типа, у меня листка не хватит нарисовать. Ну щит вот здесь нарисуй. Могущий волкл всё равно нарисовать меч. Это гамбит. Я просто щит нарисую. Ок. Так, Владос. Нормально. Ещё меч могу нарисовать. Давай. С этой же стороны. У меня получается какой-то чёрт делётся против крокодиона. Не Тауэрка точно. Не читай, я не умею свадить. Ну что, готовы? Кто готов? Я не готов. Кого ты, Кирилл, нарисовываешь? Волочонка. Ну там уже места нет. Давай, Владом. Будет без это, без позвоночника. Шоу, ты тоже запомнил. Это доктор лицёвки пишет. Это вертолёт нарисовал. Пойдём. Что, Владос? Готов бы меч. Какой же это кринж всё-таки. Ну, ручку маленькую, ты рисуешь. Да как? Вот так маленькую ручку возьми чёрточкой. Как? Прям чёрточку возьми в центре и всё, и веди вниз чёрточку. От линии, от линии, прям чёрточку вниз веди и всё. Вот так? Вот ручка, да. Покажи. Вот, и побольше такой, как в рецентальную черту, побольше раздика вот эта рукоятка у меча. Ещё больше. Выведёшь за границей меча и всё. Я тебя не понял. Вот эту вот фигню. Выведёшь за границу. Так большую её сделай. Вот так? Да. Так, тогда рисуй и всё. Будет понятно, что меча. И как? Ну и всё, меч. Всё? У меня больше ничего не надо. Если ты готов рисунок сдать, то всё. Да, я готов. Всё, ребята, фиксируем листки вверху. Секундочку, последние стрихи типа. Клоун, клоун не понял. Спасибо за возможность поучаствовать в этом. Влад, кто у меня? Лёв. Кто? Кто у меня? Тебе новинклон, который больше, чем товар? Всё, показывай центр. Продам за 15 рублей. Довольны? Я очень. Довольны. Отлично. Думаю, будет хуже. Ну что? Саша, готов оценивать работу? Как думаешь? Твоя начальная ставка. Кто лучше человек нарисовал? Я понимаю, что ты знаешь, какой рисунок, скорее всего, лучше человек нарисовал. Ну, кто лучше? Ну, я думаю, все отвратительно. Все отвратительно? Да. Все? Хорошо. Значит, с какого первого начнешь? Да, вот с центрального. Ну, это трундель получается. Только я не знаю, что-то сверху, что удалось. Типа, какие-то летающие... Три летающих собаки. И киви, которая извергает огонь. Не знаю, к чему это. Это все легенд. Значит, кто? А, подожди. То есть, типа, тут не один герой. Типа, вот это сверху тоже герой? Это все рисунок, да, одного человека. Это один герой и кто-то еще из Лига Легенд. Какая-то сценка происходит. Ну, как бы, самый главный герой здесь Трандл. Трандл. С бабыхой тут. В плане, что здесь происходит? Ну, что Трандл, скорее всего, делает? Видишь, сейчас тут нарисованы собаки какие-то. И еще кто-то. Ну, кто это нарисованный из Лига Легенд? Пора? Пора вот это или что это? Я не знаю, что это такое. Так, ну, давай справа тогда. Собак-то легко угадать. Ну, летающие собаки. Нет. Представь, что они просто расходятся где-то. Что это такая... Нет, они летающие. Тут все очевидно только. Ну, что, кто-то это... Тут даже у парочки крылья есть. Но одной, правда, нет. Окей, подсказка. Это волки. Я волков. Ну, получается, это Громпа, а это волки. Так, значит, Трандл зачищает лес. Так, доставай следующий. Интересно, чей же он у нас... Сколько баллов? Подожди, сколько баллов поставишь на десяти на тот взгляд? Нет, сколько баллов из десяти, где десять, это риск не просто. Ну, скажем так, Трандл я понял только из, грубо говоря, из-за бабухи. Сам Трандл не особо пообщий. Громп тоже. А летающие собаки, то, ну, типа... У них есть общего с волками, как бы, то, что их трое, как бы. Это единственное их общее. Поставим так... Крепкие четыре балла этому рисунку. Я еще не видел следующие. Правильно, Диржун? Ну, это Эринектон, которого бьет Тауэр. Это правильно. Только десять баллов. Ну, если бы тут на самом деле был крокодил вместо крота... Ну, вообще, это похоже на двухстволку просто. Вот, типа, знаешь, тут какая-то пыль просто засорилась сверху, а это двухстволка изогнутая. Изначально это должны были быть глазами. А потом он вспомнил, что тоже нос, как бы, тоже нужно рисовать, как бы. Тут солидные половина балла из десяти. Круто. Ну, это нами, получается, которая ультует? Да. Правда, эта волна больше похожа на какое-то дерево. Нет, она в кого-то улюбит. В кого-то? А, это сверху типа кого она подкинула? Нет, ну да, не знаю. Тогда я не понимаю, откуда улыбки у Волт сверху. Это чешуя. Чешуя? То есть это не нами? Нет, это нами, а ее ульта это снизу дотонуша. Она только начинает. А чешуя тут при чем? Феррера. Ну, типа, ты сказал, что... Давай, закроешь ее, тут по центру. А, это персонаж? Да. То есть тут два персонажа? Да, нами в кого-то ультует. Ну, вот это вот, типа, все, что вот до этой фигни, типа, вот это ее ульта получается, это волна. Нет, это уже персонаж, а сверху голову ее. Это театр персонаж. А ульта ее где? Вот лужа. А, это уже лужа на Сиганет, и ульта? Только начинает, а тварь. Даже когда начинает, там уже сразу волна идет. Места не хватило, когда Толя сказал, что нужно еще ульту нарисовать. Ну, это неплохой косплей на Змея Горыныча. Да. Нет. Ну что, Саш, есть варианты? Ну, может быть, это Маукань? Ну, он фиолетовый, подумаем просто. Но это не Танос. Но фиолетовый. Так скажем, не самые умные нами. Она пытается стиль. А, это на шорт. Да. Сколько есть баллов? На шорт довольность мою, у нее улыбки. Почему ножер квадратный? Ну, что-то я это, недооценил, на самом деле, это количество баллов у ананаса. По сравнению со следующими двумя экземплярами. Ну, это чуть-чуть получше, типа, чем у босса. Давай, да. Знаешь, типа, это полтора балла. Типа, у босса половинка, у Лёвы полтора я, наверное, дал бы. Кто, на тот взгляд, победил? Победил, очевидно, ананаса. Он больше старался тут именно покачественнее, покачественнее. Ну, тут как бы понятно, что как бы это гуманоид. Тут вот один сперматозоид в виде нами, я не знаю, это полусперматозоидов и полу, типа, дорожный знак. А здесь, ну, какой-то дробовик. Да, и как раз три рисунка. Ну, победитель, очевидно, ананас. Спасибо ребятам за работу и вам за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok